И, конечно, большую помощь у нас им кажется еще и общественность, то есть раньше были общественные наблюдательные комиссии, уже снова знали свою работу, то есть те условия, которые содержали, они соответствовали. Естественно, доходило до того, в те времена, которая уже здесь 2001 года, доходило до 1-2 квадратных метра до человека доходило, значит, раньше было 2,5 квадратных метра, сейчас, по песни стандартов, они 4 квадратных метра на человек. Ну и, несмотря на то, скудное финансирование средственного изолятора, в те же годы, как в советском, так и в данный момент, мы стараемся, как бы, все это приводить в соответствие. Но большую часть, большую помощь нам отказывает, естественно, город, район и, конечно, также оказывают те территориальные органы, которые с нами будут закреплены, то есть Талдов, Дубна, Пушкин, Анатель, то есть обращаемся с письмами администрации, естественно, оказывают нам помощь. Покинут кто чем может. Но основная тяжесть ложится на работнику средственного изолятора. Если брать, как бы, в детстве должного изолятора, то приходится управлять, как бы, можно сказать, условно разделить на два коллектива. То есть, одной коллектив подзывая обвиняемая, второй коллектив – личный состав. И чтобы вот этого не было конфронтации, ну, как бы конфронтации, отношения между, строиться между сотрудниками и подзывая обвиняемая, конечно, это очень сложно. Чтобы прежде человек, принимающих заключенных, чтобы он, как бы, видя в человеке не того преступника, видя прежде всего человека, с этой точки зрения, а потом, что у него там, кто случил преступление или чего-то, ну, потом просто определяет суд. Наше условие, прежде всего это создать нормальные условия. Исключить факты его препятствия следствию, действию. Исключить какого-либо унижения человеческого достоинства. Было принято решение нашим управлением создать психологическую лабораторию. То есть, у нас, дано, что сейчас работают два психолога. Один психолог чисто по личному составу, то есть отдел охраны, а второй чисто по заключенным. И они уменьшают собой свою работу. Сейчас я немножко отвечу. Да. Еще должен быть подготовлен сотрудник. Если вы, средства массовой информации, сколько происходит по России и русской всяких безобразия. То есть, побегов, массовых беспорядков, групповых отказов, всего вот этого. Еще подготовить, например, сотрудника отдела охраны, для того, что, ну, если все греха таить, мужского населения, как и введено в России, скоро будет матриархат у нас. Где-то сорок процентов, до сорока процентов у нас кружу с оружием несут женщины. Я почему хочу остановить? И чтобы вот этот момент переломить, ну, представляете, женщина, она стоит на вышке. Преступник тот же щекотилов, который за свое преступление он два-три человек убил. И она столкнулась с ним одна, стоит на вышке. Нужно, чтобы какой психологический барьер преодолеть? Здесь применить оружие по живому человеку. Если тот он киллер по жизни, а тут как бы законники, то есть, не допустить вот этого выхода на улицу этого киллера. Это определенная работа. Или психологическая подготовка сотрудников, практическая подготовка сотрудников, теоретическая подготовка, плюс еще психологическая подготовка человека несения службы в условиях вот такой вот ситуации. Задание нормальных условий содержания, изоляция от того, что риск, который здесь содержится. Задание содействия правоохранительным органам. Ну, службы у нас различные. Все службы, которые у нас имеют. Это хозяйственное отдело, оперативное отдело, воспитательное отдело, психологический отдел охраны и режим. Все эти службы у нас существуют, они работают. Вот, но несмотря на все эти трудности, которые сотрудники проводят, то есть, она нужная эта работа нашему государству на всем месте взятых, чтобы исключить те факты. Многие заключенные, которые бывают от нас, они пишут благодарственные письма на наш коллектив, то, что многие осознали. Многих о том, ну, если брать, в нашей северо-троицкой лавре изданное издание, теоретические, те, которые пишут отзывы о изоляторе, о той духовной помощи, которая оказывается нашими, ну, сотрудниками и лицами. Но, несмотря на все те, поседневные будни и трудные сотрудники, мы еще успеваем еще выступать, принимать участие, активное участие в реконструкции следственного изолятора и также в участии в всероссийских конкурсах и области. В этом году проводился Всероссийский союз на лучшего начальника караула по области. По области он занял первое место, наш начальник караула. На Всероссийском занял он, конечно, леса, лесорка региона, занял, конечно, девятое место. Вот вы понимаете, какая ответственность. Это нужно знать теоретическую базу, практическую базу, и еще этикое поведение сотрудника в экстремальных условиях, то есть при ликвидации различных групповых или массовых беспорядков.